Даже не я, а отдел аудиторию. Каждый получает свое задание, то есть задания не повторяются. У каждого будет свое грамматическое задание, своя грамматика. Это не совсем тест, там надо будет писать ответы, но вы получите раздаточный материал, в котором вы должны будете написать ваши ответы. После этого, как вы напишите, сдадите, ну где-то там 45 минут будет этот экзамен. Вы сдаете ваши работы и дальше уже идет вторая часть экзамена. Это доклады и презентации по статьям, которые вам рекомендуют научные руководители. ВАКовские статьи. Но в этих статьях, эти статьи, то есть ваша презентация, будет оцениваться по определенным критериям. Эти критерии будут и у членов комиссии, и вам я заранее их раздам. Хочу сразу сказать, кто будет защищать, ну то есть не ВАКовскую статью, а свою магистрскую диссертацию, оценка будет снижена. Я понимаю, что часть людей из своей магистрской диссертации пытается сделать кандидатскую, но здесь сразу предупреждаю, что это должна быть ВАКовская статья, потому что ВАКовские статьи имеют определенную структуру, которая совпадает с кандидатской диссертацией. То есть там тоже самое должна быть актуальность, цель, задачи, может быть методы, но у кого-то они есть, у кого-то и нет. В комиссию будут входить еще сотрудники отдела аспирантуры, потому что это тоже наши преподаватели. Поэтому там обычно бывает 3-4 человека в комиссии. В этом году у нас группа небольшая, всего, наверное, 5 человек будет. Я даже не могу сказать, вот сейчас у меня по списку 8, но из этих 8 двое, наверное, двое не будут сдавать, потому что мне сказали, что Ден Лу будет отчисляться в мае или в конце апреля. То есть вот сейчас она приняла решение не продолжать учиться в аспирантуре. А дальше посмотрим, потому что там же будут еще, я так понимаю, вернется ли Кейта, она сейчас находится в Африке дома. Точно так же Галч сидит в Монголии. Приедет ли он сюда на экзамен или будет сдавать дистанционно. Такие случаи у нас были, и они нормальны. Например, вот комплексный экзамен, который сдают студенты, аспиранты четвертого года, мы принимаем очно, ну, например, там в большом зале. Вот это, и те, кто не имеет возможности приехать, у тех комиссия принимает онлайн через компьютер. Это все организует отдел аспирантуры. Что касается вас, вы все идете, ну, кроме Таи, вы все экономисты и философы. То есть это зависит еще от института. Вот наш институт там менеджмента и технологий, он принимает тоже очно, но немножко по другой схеме. Не так, как принимают экзамены преподаватели инженерных кафедр. Вот там все отдельно, отдельные дни, и приходят и русские студенты, аспиранты, простите, иностранные аспиранты. Там уже комиссия. У вас другие, ну, по русскому языку одинаковые задания всем и вопросы, потому что они связаны с диссертациями. Точно так же вам нужно сказать, уже рассказать о своей диссертации, то, что мы с вами изучили на первом курсе. Вот составить по вопросам такой монолог. Ну, это только один вопрос. Там будут еще вопросы по философии, по педагогике или что-то еще. Ну, вот, может быть, вас это не коснется, потому что вы в этом году, мне кажется, был изменен... Программа была изменена для аспирантов. Перешли на другую программу, но я точно не знаю, потому что по-прежнему язык остается во втором семестре первого года обучения. И вот этот экзамен... У вас два экзамена в первый год. Это философия и язык. Ну, для русских это английский, немецкий, французский, а для иностранцев это русский язык. Поэтому вот эти два экзамена в этом году. Что будет в последний год, я не знаю. Потому что все, в общем-то, меняется. Ну, возможно, уже не будет комплексного экзамена, как это было раньше. А аспиранты пойдут просто писать диссертации. И это нормально. Это так, как нужно. Не нужно отвлекаться еще на одну работу, потому что, получается, вот та система, которая была введена до этого года, она была очень трудоемкой для аспирантов. Получается, что они сдали кандидатские минимумы на первом и на втором году. И к концу, значит, экономисты, это три года у них, а инженеры четыре года. Экономисты на третий год, они сдают комплексный экзамен и пишут работу, большую работу, ну, фактически, как часть диссертации, но под другим названием, и защищают ее, как вот эту выпускную работу. А инженеры точно такую работу писали на четвертый год. А потом они брали материал вот из этой работы, которую они написали и уже защитили, чтобы получить... Это не диплом, по-моему, удостоверение вам давали об окончании аспирантуры. Чтобы получить это удостоверение, что вы закончили, ну, точно так же, как вы получали диплом бакалавра, магистра, и так же получали студенты, ой, аспиранты диплом об окончании аспирантуры, но при этом должна быть какая-то выпускная работа. Вот в виде вот такого научного доклада она была. Но это не простой был доклад, там требования были где-то 70-80 страниц текста написать, а у вас диссертация 120. 120, 120, 130. То есть понимаете, что это фактически вам нужно написать две диссертации. Только одна будет называться, что это выпускной как доклад, да, вот как она... Это научная работа. Забыла, как она называется. У нее есть какое-то название. Чтобы получить документ об окончании аспирантуры. Вот мне кажется, что с этого года вот такая программа отменена, и вы попадаете уже на другую программу, где не нужно будет сдавать еще один комплексный экзамен на последнем году аспирантуры, не нужно будет писать работу, которую вы будете защищать перед комиссией, а вы только сдадите кандидатский минимум. Вот мне кажется, что так. Но это опять-таки я только преподаватель, и то, что я слышала, у нас же не выпускающая кафедра, это вы должны узнать у своих научных руководителей или на выпускающей кафедре, или в отделе аспирантуры. Сотрудники вам скажут. Так, еще есть вопросы? Есть вопросы? Если нет вопросов, тогда давайте мы с вами начнем заниматься. Потому что, как я понимаю, уже все, кто хотел, к нам пришел. Ну, а остальные подключаться. Я открываю доску. Так, последний раз спрашиваю. Есть вопросы по теме, которую мы проходим? Давайте сейчас я их открою. Так, у нас с вами была тема обоснования актуальности и новизна исследования. Две подтемы. Первая под темой – это актуальность научного исследования. Надеюсь, вы вот это в ваш словаре. Дальше мы с вами в прошлый раз прочитали теоретическую часть. Что же такое считается с точки зрения науки и научного творчества? Что такое актуальность научного исследования? Кто может сказать, есть ли у вот такой позиции, у такого параметра, как актуальность определения, строгое научное определение, что такое актуальность? Или нет? Кто помнит? Никто не помнит. Ну, тогда придется мне отвечать. Значит, о понятии актуальности нет строгого научного определения, потому что вот на сегодняшний день его просто невозможно дать. можно описать твое отношение к этому, то, что, собственно, и делают ученые. Вот мы с вами посмотрели. Видите? Описание термина, но не определение. Не определение, потому что дать определение пока что никто из ученых-теоретиков не смог сказать, что такое актуальность. Кто-то, значит, это важность, кто-то говорит, что это современные требования науки и практики. Дальше кто-то говорит, что это ситуация, в которой данная тема имеет большое значение, и она современна именно здесь и сейчас. Кто-то говорит об эмоциях, соискателя, потому что написать актуальность очень сложно. И это действительно, в отличие от других позиций, там, цели, задачи, где можно, каждое предложение – это задача. Да, там одно предложение – это цель. То актуальность должна быть описана. То есть мы ее описываем примерно на одной странице. На одной странице, причем используя даже некий план. Вот сейчас мы с этим вспомним этот план. И еще раз посмотрим, что же такое. С точки зрения объема, актуальность может быть в тексте на одной-двух страниц. Но потому что кроме актуальности нам с вами нужно будет еще и описать проблемную ситуацию. Вот если мы не сможем описать проблемную ситуацию, то значит мы с вами и не сможем написать, описать нашу актуальность работы. Во втором задании мы с вами знакомились с речевыми клише, которые можно использовать для описания актуальности. Ее можно представить в виде, с точки зрения структуры, можно представить простые предложения. Вот зеленым я выделила. И сложным предложением. Потом мы с вами посмотрели таблицу, посмотрели, проанализировали речевые клише, которые вы можете частично взять для своей работы. Вот они. Четвертое у нас с вами началось вот такое задание. Мы прочитали два введения к диссертациям и выявили, я специально пронумеровала, вот у меня номера номера абзацев. И в конце, вот мы посмотрели, целиком мы видим, что одна страница, по-другому не получилось. И выделили, что в первом абзаце названа проблема, второй, третий абзац, это было обоснование проблемы, описание вот этой проблемной ситуации. Описание проблемной ситуации. Давайте тут так и напишем. Проблемной ситуации. И аргументация. И вот уже четвертая позиция, четвертая, это, собственно, актуальность и ответ на вопрос, почему данное исследование по теме диссертации актуально. Вот мы с вами вспомнили. Теперь мы с вами сделали еще второе, проанализировали вторую часть введения, тоже связанную с актуальностью. Здесь мы видим в конце. Или мы с вами вот это не делали? Ребят, мы читали вот это? Вы меня слышите? Да, слышно. Я спрашиваю, мы вот это делали? Читали, смотрели, нет? Нет. Нет. Это на дом было задано, правильно? Да. Да, давайте тогда сейчас сделаем, потому что здесь есть очень важный четвертый абзац, и я вам просто должна это прокомментировать, чтобы вы понимали, что не все, очень многие вещи переходят из одной диссертации в другую, если темы похожи. Итак, у нас тема обеспечения инновационного развития высшего учебного заведения на основе оценки и управления конкурентоспособностью образовательных программ. Пожалуйста, кто читает? Давайте поработаем. Кто у нас читает? Плохо слышно. Погромче, пожалуйста. Кто? Пожалуйста, читайте. Итак, читайте, слушаем. Нет, вот это вот читаем. Актуальность исследования в настоящее время. Видите, да, Тая? Угу. Настоящее время. Угу. Да, вот это. Нет, нет, вы что-то другое читаете. Не это. Это страница 5. Да, страница 5. Вот в настоящее время одна из ключевых задач. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА СИГНАЛИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Нет, вы не то читаете, тая и тая, не то. Это другое что-то. Вы экран видите? Экран видите? Тема называется «Обеспечение инновационного развития высшего учебного заведения на основе оценки и управления конкурентоспособностью образовательных программ». Так, ну сейчас... Потому что я не поняла что-то... Давайте я прочитаю первую. Смотрим. В настоящее время одной из ключевых задач инновационной стратегии государства является наращение человеческого потенциала в сфере науки, образования, технологий и инноваций. Курс на инновационное развитие вносит существенные изменения во все сферы деятельности, где осуществляются инновации, в том числе и в систему высшего профессионального образования. Однако, несмотря на повышенное внимание, которое уделяется этой проблеме, как на уровне государства, так и на уровне высшей школы, добиться ощутимых результатов пока не удалось. Вот я спрашиваю, мы в прошлый раз это читали, делали вот эту часть или нет? Где мы остановились в прошлый раз? Или мы сделали только первую, только вот это? Ребята, ну вспоминайте, вы же были на занятиях. Вот это мы точно прочитали. Разработка системы управления созданием и развитием конкурентоспособных машиностроительных предприятий. Это мы сделали. А вот это, второе, мы сделали или нет? Все сделали. Но я вот на что хотела посмотреть, обратить ваше внимание. Это мы сделали. Смотрите, что здесь важно. Название первое. Значит, конкурентоспособностью образовательных программ. А здесь тоже конкурентоспособность машиностроительных предприятий. Да, здесь машиностроительные предприятия в первом, а во втором конкурентоспособность образовательных программ. Посмотрите, пожалуйста, специально вытащила четвертый абзац из первого. То есть вот что сделал здесь. Именно поэтому представляется актуальным с научной и практической точки зрения исследовать во взаимосвязи процесса обеспечения конкурентоспособности машиностроительных предприятий, выбора организационно-экономических методов и инструментария их развития с учетом усиления влияния нематериальных факторов на стоимость предприятия, это рост которого является ключевым индикатором эффективности бизнеса. И смотрим, другая диссертация. Именно поэтому представляется актуальным с научной и практической точки зрения исследования во взаимосвязи процессы обеспечения. Вот я вам выделила в желтом, видите, красном. Это из первой. Вот эти фразы, они переходят из работы в работу. Только здесь. Обеспечение во взаимосвязи процессы обеспечения и на... управление конкурентоспособностью. иноциационных образовательных программ. Выбора организационно-экономических методов и инструментария их развития с учетом усиления влияния факторов интеллектуального характера на деятельность вуза, которые выступают ключевым ресурсом роста и развития и создают конкурентные преимущества разных образовательных учреждений на профильных рынках. Видите, это похожие... похожие названия, и один диссертант берет у другого то же самое, но дальше подставляет вот это вот... подставляет свой текст. Итак, во втором у нас что было? Во втором у нас в первом абзаце была названа проблема. Абзаце вот здесь вот 2, 4. Вот 2, 3, 4. Это у нас было описание проблемной ситуации. Проблемной ситуации. Объяснение причин, почему так происходит. Дальше идет ссылка на мировую статистику. Ссылка на анализ и соответствующее исследование. Аргументация. И пятое, вот оно, пятое, вот это... Мы видим, что, собственно, актуальность. Актуальность выражается фразой. Именно поэтому представляется актуальным с научной и практической точки зрения во взаимосвязи процессы обеспечения и далее название темы инновационного развития образовательного учреждения. И так далее. Только в пятом, вот, описали проблемную ситуацию, объяснили причины, дали ссылку на статистику. И в последнем абзаце пишем, почему исследование по данной теме актуально. Теперь давайте посмотрим следующий момент. Есть вопросы? Понятно вот это все? Как делать? Да, смотрим следующий. Я вас почти не слышу, не могу понять. У меня что-то с наушниками или у вас слабая? Сигнал. Сейчас посмотрим. Я звук увеличу. Так, а вот теперь следующую тему. Эту мы точно не брали. Эту мы точно не брали. Здесь у нас, смотрите, аж семь абзацев актуальности. По-другому написать невозможно. Это тоже экономическая диссертация. Называется она «Разработка методического инструментария оценки и управление риском банкротства промышленных предприятий на примере предприятий металлургической отрасли». Так, Таи, давайте, читайте. Все, мы там закончили. Давайте это. Динамично. Спасибо. а и и и и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, экономическая нестабильность, проблемы управления процессами, проблемы структуры образующих и базовых предприятий. То есть мы можем сказать, что первый абзац называет проблему? Можем так сказать, что в первом абзаце описана проблему? Продолжение следует... Так, второй абзац, кто читает? Продолжение следует... Продолжение следует... И еще один абзац, пожалуйста, с другой стороны... Еще, пожалуйста, прочитайте... Продолжение следует... 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 Во втором описана ситуация, которая сейчас сложилась на предприятиях Российской Федерации. И мы видим, что в тексте говорится о необходимости, то есть мы видим аргументы в пользу решения этой проблемы, что эту проблему нужно решать. А почему так причина? Причина в том, что менеджмент предприятий не своевременно, то есть неэффективно управляет данными предприятиями. Теперь четвертое. Не знаю, успеем или нет. Давайте я прочитаю побыстрее и мы потом пойдем на перерыв. Следовательно, состояние внешней и внутренней среды, а именно рост глобальной конкуренции, ухудшение инвестиционной среды, ужесточение экологических требований, высокий уровень износа основных фондов, недостаточная товарная номенклатура, слабая система риск-менеджмента создают реальную угрозу дальнейшему развитию предприятий металлургической отрасли. Снижение уровня неопределенности и рискованности атмосферы данного бизнеса невозможно без изучения особенностей и осуществления адекватного управления риском банкротства, а также основ принятия управленческих решений в условиях развития данного риска. Здесь всего два больших предложения. Может быть, вы скажете о чем? Что здесь главное в этом абзаце? Речь идет о состоянии внешней и внутренней среды. То есть мы видим описание внешних проблем предприятия и внутренних, то есть проблем, которые есть внутри на этих предприятиях.